На сегодняшний день легко совершить практически любую покупку, даже достаточно дорогостоящую, не имея в запасе всей необходимой суммы. Это возможно благодаря кредитам. Кредиты помогают людям жить, как они хотят, в финансовом плане. То есть если у тебя сейчас нет денег, но ты хочешь что-то сейчас купить, то бери кредит, но в разумных процентов. Лучше, потому что ты не все сразу все деньги отдаешь из дома. И постепенно ты платишь, и заодно имеешь то, что тебе надо. Потому что за границей все живут только кредитами. Правда, за кредиты голосуют далеко не все, опасаясь непредсказуемых последствий легкой добычи желаемого. Не знаю, я вот собираю и собираю деньги. Когда есть деньги, я покупаю что-то. А так в банк я никогда не лезу. Если есть деньги, если есть на что, то, конечно, сразу. А в кредиты, знаете, он стоит, допустим, 10 тысяч, а в кредит берешь, тогда выходит 12. Подобная осторожность небезосновательна. Юрист Сергей Захарченко отмечает тот факт, что при оформлении кредита не стоит забывать о неизбежных переплатах, поскольку зарабатывать стремятся все. Безвозмездно кредиты никто не дает, по большому счету. То есть в любом случае есть определенная марша, которая получает, да, организация, которая их выдает. Микрофинансовые организации и так далее. Нужно понимать, что возникают проценты по кредиту. И дальше нужно сесть и разобраться в этих процентах. Кристи Дарамбах, как специалист в области информационных технологий, хорошо знаком с уловками интернет-предложений о кредитах. Он утверждает, что стоит учиться читать между строк. Прежде чем брать на себя кредитные обязательства, самостоятельно почитайте, какая сумма выходит в результате с выплатами по процентам. Тот же телевизор стоимостью в 25 тысяч леев может обойтись в 27 тысяч и даже дороже. Нужно уделять внимание обязательно конкретной сумме кредита. То есть какая сумма кредита. Нужно уделять внимание по процентам, платежам, график, когда нужно оплачивать, когда срок погашения финальный, до какого срока в принципе был выдан займ или кредит. Нужно обращать внимание на ответственные случаи нарушения сроков оплаты и несоблюдения графиков. Поделюсь своим опытом. Однажды я сам так взял кредит, но в какой-то момент вовремя не заплатил, а компания мне не сообщила о задолженности. В итоге я был вынужден заплатить за товар аж в 7 раз больше из-за этих штрафов. Обычно все штрафы прописаны в контракте по кредиту, но никто не читает эту информацию или просто не обращает на эти пункты внимания, потому что они хорошо спрятаны. Немаловажный факт, о котором стоит помнить, вещь может попросту сломаться еще до того, как вы выплатите весь кредит. Очень важно быть уверенным в том, что товар, который мы берем в кредит, действительно того стоит. Опять же, свой горький опыт. Вещь, взятая в кредит, сломалась у меня через три месяца, а платить за нее пришлось еще долго. Конечно, всего на свете не предусмотреть, но основных подводных камней избежать можно. Проценты за просрочку. А проценты за просрочку, они ссылаются на ставку рефинансирования Национального банка Молдова, который постоянно варьируется. У нас идет 5%, в отношениях которых участвует потребитель, допустим, это идет 5% плюс к ставке рефинансирования. И, допустим, это выходит на сегодняшний момент плюс 5% это в районе 13-15% годовых. И вот эта сумма, где нигде в контрактах не указана, мы стараемся предотвратить подобные случаи, подобные ситуации. Итак, когда вам придет мысль взять кредит, хорошенько взвесьте все за и против. Внимательно прочитайте все условия контракта, возьмите калькулятор и посчитайте, сколько в итоге вам придется заплатить, и обязательно убедитесь в том, что вы будете в состоянии каждый месяц планомерно погашать кредит. Субтитры создавал DimaTorzok